Боровский. Здорово, госпожа председатель. В представленном докладе содержатся очень четкие, глубокие аналитические выкладки, но его выводы полностью противоречат тому, что он хотел бы обеспечить. В статье 16 резолюции, принятой в апреле 2014 года, ограничивающей полномочия российской делегации, было сказано, Ассамблея резервирует право аннулировать полномочия российской делегации, если Российская Федерация не обеспечит деэскалации ситуации и не обратит спять аннексию Крыма. Я хотел бы подчеркнуть, что речь идет об аннулировании, а не об отмене или смягчении. Крым по-прежнему оккупирован Россией. Вместо деэскалации насилие лишь нарастает и распространяется. Сразу после захвата Крыма Россия начала содействовать и поддерживать сепаратистов в восточной части Украины, направляя туда орудия и войска. Сепаратисты и замаскированные российские военнослужащие постоянно нарушают Минские соглашения и совершают нападки не только на военнослужащих Украины, но и на гражданских лиц, что в последнее время имело место в Мариуполе. Шевнистическая и клеветническая пропаганда в России продолжает расширяться. И демократически избранное украинское правительство изображается там как хунта. На нее навешают фашистский ярлык. Все эти факты убеждают нас, что Россия не может согласиться с тем фактом, что Украина выбирает свой путь, свой путь в Европу. В апреле российские делегаты заверяли нас, что так называемые «зеленые человечки» в Крыму не имели ничего общего с российской армией, с вооруженными силами, и что их оружие было приобретено в магазинах. Спустя три месяца Путин заявил, что это не так. Итак, вчера российские друзья пытались убедить нас, что в Донбассе нет ни российского военнослужащих, ни российского оружия. Уважаемые друзья, давайте не будем оскорблять свои собственные интеллектуальные возможности. В завершение скажу, что ограничения, установленные в апреле, нужно сохранять. И нужно поставить четкий сигнал о том, что Совет Европы ожидает, что Российская Федерация обеспечит реальное прекращение огня, начнет отводить тяжелые вооружения и войска из Донбасса, и создать возможности для установления украинскими властями контроля над границами. Только эти шаги обеспечат основания для отказа или ограничения санкций. Нет необходимости включать в доклад 21 частично неравистическое условие и при этом ослаблять санкции. Российская делегация угрожает выйти из Совета или вывести Россию из Совета. Если это случится, мы будем сожалеть об этом. Но свободы и демократичные страны отстаивают свои ценности и не должны поддаваться шантажу. Мы должны заявить об этом громко и определенно. Совет Европы никогда не будет принимать никакой агрессии. Если Россия хочет оставаться членом Совета, она должна соблюдать общие правила и ценности.